Всем доброго дня! Сегодня у нас 11 декабря. Весь всю ночь валил снег. Сейчас в теплице очень темно. Это я включила подсветку камеры, то хоть немножечко что-то видно. Хочу снять обзор мандарина куна. В некоторых источниках он идет как тангор. Это гибрид между мандарином уншил и апельсином. По некоторым источникам неизвестно апельсин, по некоторым шамоти. Апельсин сорт шамоти. Вот такие у него крупные плоды. Их у нас три штучки. Что могу сказать по растению? Листья типичные уншил. Но единственное, что все-таки кровь апельсина сказывается и сила роста намного выше, чем у обычных уншил. И ветки более промостоящие, нежели как уншил. Такая плакучая форма. Здесь под весом плодов, конечно, они прогибаются. Но вот видите, здесь верхушечные ветки, на которых нет плодов, они растут вверх больше. Ну и сила роста, естественно, они потолще. Ну и плоды тоже очень крупные. Три плодика. Растение тоже не совсем уж маленькое. Там горшок где-то на литр в четыре у меня. Нужно уже будет пересадить его весною, потому что он уже где-то метр, метр пятьдесят вымахал у меня такой. Материнское растение из адава. Поэтому как бы будем более склоняться к источнику хорватскому, что это все-таки тангору. Но вкусовые качества мы скоро с вами оценим, снимем, продегустируем. Для сравнения я еще сниму мандарин ивасаки и мандарин сайгон. Это из группы он шил. Ну вот это у меня осталось два плодика сайгона. Такие вот красавчики. Один мы снимем, они уже достаточно повисели после окрашивания. И снимем еще ивасаки. На ивасаки только осталось вот три плодика там и один здесь вот этот, который ближе, покрупнее мы его снимем. На ивасаки в этом году было очень много плодов. Сейчас уже все мы скушали, разгрузили дерево. Будем ждать прироста. Оно немножко пролистопадило. Всегда после снятия плодов как бы растение листопадит больше обычного. Вот так выглядит куно. Три крупных плодика. Это вот ивасаки, а это сайгон 29 у меня под таким номером он идет. Здесь еще тарелочка разных моих вкусняшек. Что-то падает, что-то я снимаю. Кушать все сразу не получается. А в теплице оно очень хорошо сохраняется, лежит. Часто прихожу с чаем, сажусь, попью чай, покушаю фруктов своих. Очень прикольно. Релакс среди растюх. Зелененькое. Сейчас вот работают у меня вентиляторы. Здесь немножко прохладнее, но они по крайней мере гоняют воздух и нету такого большого конденсата, как обычно на потолке конденсата. Он все капает, а так он хоть немножечко разгоняется. Сейчас мы свесим и будем дегустировать. Вот весы у нас на нулю. Вроде бы видно. Так, ивасаки вот у нас первым. 111 грамм ивасаки. Дальше мы возьмем сайгон. Сайгон 69 грамм. Ну и куна. У куна заявлено вес 170 230 грамм. Так, 1 190 грамм. Вот этот как будет. Нет, даже поменьше. 180 грамм. И самый-самый крупный. 228 грамм. Можно сказать, дотянул до своего заявленного веса. Куна созревает в декабре, но оно так и получилось у меня по срокам созревания декабрь. Сейчас разрежем плодики. Сравним суншио не гибридным. Ивасаки и сайгоном. И посмотрим, что за зверь этот куна. Ну вот я уже рассмаковала. Сок течет прямо при разрезании. Столик весь мокрый. Очень они все сочные. Во всех очень хорошо отходит кожура. Если вот так присматриваться, мне кажется, что куна немножко темнее мякоть. И как заявлено, что бывает одна-две косточки. Вот одна косточка в нем есть как по-написанному. Вот. Ивасаки сайгон без косточек. По вкусу. Ивасаки сладкий, вкусный. Имеет какой-то вот свой аромат. Сайгон более такой вот простецкий. А вот куна, куна немножко имеет вот во вкусе отличия. Все-таки, как бы там ни было, но апельсин в нем чувствуется. У него может быть сладость даже повышенная, чем вот у Ивасаки. Он более сладкий. Кислинок здесь практически ни в одном так не ощущается. Только немножечко там для баланса. Они не пресные, они сладкие. Но вот в куна нету такого вот аромата, как у Ивасаки. У него более вот такие нотки апельсиновые есть. Ну, тоже безумно вкусный. Тем более такой крупный. Этот, я считаю, что фаворит наравне с Ивасаки. Вот выбрать среди Ивасаки его я не смогу. Очень вкусный, сладкий. Ну да, немножечко нет такого вот аромата, как Ивасаки, может быть. Но если вот не пробовать с Ивасаки, так он вообще бомбический. Ну, не могу сказать, кому бы я отдала пальму первенства. Ивасаки или куна. Куна тоже очень-очень-очень вкусный. Я советую. Меня не подвело седьмое чувство. Я очень хотела этот гибрид. Он у меня есть. И я очень-очень довольна. Тем более такими крупными плодами вкусными. Дерево довольно энергичного роста, что для теплицы мне очень-очень даже хорошо. На подоконнику, да, там, как бы, возможно, нужно выбирать менее такие рослые суншио. Для теплицы это суперский сорт. Всем рекомендую, кто будет выращивать теплицы. Да, и на подоконнике можно сдерживать немножко обрезка, а плоды бомбические. Вкусные и крупные. У меня нет слов. Сегодня дегустации просто на 10 с 10 плюсами. Спасибо всем за внимание.